Да, конечно, ощущаю. Тот, кто читает новостную ленту в Фейсбуке, тот, кто читает интернет, по-моему, себе четко представляет, что в стране идет война. Ну, а насчет финансового, так сказать, влияния, ну, я уже пенсионер, а то, что правительство наложило, ну, так сказать, дополнительные взносы, дополнительные сборы, вернее, с пенсии работающих пенсионеров, тоже результат войны. Идет не только в прямом смысле война, как мы ее понимаем, идет же война экономическая, идет война политическая в том числе. И, само собой, экономическая война, я считаю, что падение курса гривны, вот, запрещение, положим, на продажу многих товаров в Россию, это следствие этой войны. То, что в стране кризис, ощущается очень сильно, но это связано не только с войной в стране. Война как один из аргументов, почему отчекает со стороны валюта, и поэтому в стране кризис, как бы. Но если посмотреть на жителей столицы, жителей города Киева, то, как бы, как они ведут образ жизни, да, и мой личный образ жизни, вроде бы, как бы, все, как и было раньше, как и полтора года назад. Хотя доходы те же самые, а цены в три раза больше. Поэтому тут такое двоякое ощущение. На данном этапе вообще жизни, я думаю, каждый житель Украины ощущает несколько изменений в своем быте и в своей жизни. По причине того, что происходит война в стране, с этим действием происходит отток финансов из бюджета. То есть происходит ужимание обычных граждан страны до определенных каких-то рамок, в целых, назовем так, допустимых. Местами по ценам в магазинах это ощущается. И ощущается за счет того, что ни выросла, ни заработная плата, ни большей части не выросли, ни пенсии для более слабых, слабых, назовем так, слоев населения. Поэтому, да, в целом ощущается событие в стране. Ощущаю, наверное, и в моральном, и в финансовом. И учитывая, что я врач, психолог, то приходится сталкиваться и с такими последствиями непосредственно. Пример это может быть обращение кого-то из знакомых людей, кто побывал на Востоке, с какими-то расстройствами в психической сфере, с психологическими проблемами, которые требуют какого-то активного вмешательства. Да, естественно, ощущаю. То есть с точки зрения финансовой эффективности государства, оно падает постоянно. В принципе, на сегодняшний день, будем так говорить, финансов на рынке достаточно мало. Все они аккумулируются на счетах Национального банка. По сути, реальные деньги из страны, из бизнеса изъяты. В связи с этим появляются достаточно дорогие ресурсы. И, соответственно, замирает реальное кредитование, реальный сектор экономики умирает.